МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они надеялись, что обретут крепкое здоровье, но вместо этого попали в лапы мошенников. Сегодня мы говорим о том, как не попасться на удочку недобросовестных людей и нечистых на руку. Как бороться с теми, у кого совесть напрочь отсутствует, мы поговорим сегодня в ток-шоу «Давайте обсудим». С вами Гульнара Умарова. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях в студии Людмила Ивановна Мостовщикова, Наталья Михайловна Юдина, жители нашего города, и Эльмира Кематова, руководитель Департамента по защите прав потребителей. Добрый вечер, во-первых, вам всем. Добрый вечер. Я не зря сказала в самом начале, что, к сожалению, обман зачастую сплошь и рядом, особенно в том, что касается нечистых на руку людей и тех, кто обманывает, пытаясь заработать на чужом доверии. Вот, Людмила Ивановна, вы столкнулись как раз с таким случаем. Расскажите, что произошло и что с вами случилось? Банальная история. Позвонила подруга, говорит, ее пригласили на какую-то рекламу или презентацию массажного кресла, типа бесплатный массаж. И в подарок при этом, по окончанию, будут предоставлены в подарок каждому, кто будет на этом мероприятии, часы какие-то там, не знаю, мы их, кстати, и не видели так. Вот, нас пригласили на 13 декабря, на час дня, по адресу Сергея Тюленина, 36, ресторан «Карат». Ну, мы пришли, естественно, чуть пораньше, нас пригласили в подвальное помещение, я так считаю. Оказывается, впоследствии я выяснила, что они так везде снимают такие помещения, чтобы не было ни связи, ничего. Собралось определенное количество людей, которые они пригласили, ну, и началась вот эта реклама. Ну, в первую очередь они начали с кресла, ну, рекламируют так, что... А, собрались с нас анкету, там возраст, естественно, пол, и какие заболевания у кого там было, какие-то, ну, на вопросы мы ответили, естественно. Они собрали это, и были листочки, где наша фамилия просто, и все, тоже собрали. И началась реклама вот этого массажного кресла. Ну, дали посидеть там по пять минут всему залу по очереди. Ну, когда они рекламируют это кресло там и продукцию свою, ведущего, все время прерывали ихние же сотрудники. Это я потом, уже до меня дошло, когда я отошла от всего этого. Начинает он что-то говорить, выбегает то один их сотрудник, начинает вот там где-то выиграли, давайте похлопаем, на камеру выводят фамилии, мы, конечно, их не знаем, естественно. Начинает давай дальше продолжать. Еще кто-то с другой стороны, можно по-русски сказать, как в черт табакерки. Это я сейчас могу так сказать. Когда, да, то один, то второй, то третий, мы вообще-то толком и не слышали, что ведущий нам говорил. Потом начали нас подзывать там ребята, как они менеджеры, кто сидит там, несколько столов, скажем с нами беседу, что вам понравилось, ну, типа, как в конце уже. Ну, и начали, естественно, спрашивать доходы наши, и что вам понравилось, что у вас это самое. Ну, там, естественно, они эту информацию собирали. Кто может в кредит, какой пенсии там. Ну, в основном были пенсионеры, даже я молодой пенсионер, были старше меня. Многие парами люди были, естественно, со своими болячками, все надеялись, что это действительно лечебное. Во-первых, в самом начале они программы свои сказали, что это японское производство. И только придя домой, когда открываешь коробку, там видно, что это Китай. Все Китай. И быстренько людей обрабатывают, потом опять, типа, вот эти возможности, кому что понравилось, и какие финансовые возможности имеют. Опять нас приглашают в зал все, опять продолжение следует, заморочение своей, эти, как они, примеру, там кто-то болел, вот у меня отец болел, этот ведущий, и начинать, типа, на своем примере. Конечно, стоимость 90-48 тысяч, но вот у нас скидка 20% на тех, кто в зале, типа, присутствует, карточка там какая начали, это самое. И в конце концов, они так, можно сказать по-русски, охмыряют людей, психологически действуют, что человек не успевает опомниться. Что совершил? Они, во-первых, не дают ни по телефону общаться, вначале говорят, выключите все, чтобы связи не было никакой ни с кем. Во-вторых, когда даже вот, типа, мы выиграли несколько человек в ихней вот этой игре, сейчас я это так называю, и они не дают даже пообщаться, вот, например, я с подругой не смогла даже ничего обсудить. Давайте быстрее, быстрее. Вот это вы выиграли подарки, вот этот пылесос, ручной массажер, набор, комплект постельного, ну, там, две подушки и одеяло, типа, с натуральной шерсти. И вот эта накидка випромассажная, 20% скидка, выходит 720 тысяч, 600. Ну, вы в итоге сколько выложили получать? Сколько выложили? 720, 721 тысячу. И сами не заметили как? И сама не заметила. Я даже, когда домой пришла, еще не осознала это все. Нас и довезли, типа, они за свой счет, ну, там, не за свой, конечно, естественно, за наш, потому что 721 тысячу взяли, не 720, а 600. И сразу быстро банкомат, они нам сами быстренько кредит моментально оформили. Я говорю, я вроде женщина с таким опытом и бухгалтер по образованию. Я не успела очнуться, честное слово. Ну, ведь в самом начале, как говорится, благие намерения были. Да. Вас приглашали под каким самым главным поводом? Здоровье укрепить, да? Здоровье укрепить. Естественно, там больше разговор был про позвоночник, что с возраста у людей там он садится, там где-то искривление, где-то что-то это, и вот это все поможет. В основном они не говорили противопоказания, вообще не говорили, какие существуют, если ты будешь пользоваться этим вимпромассажером. Вообще, оказывается, очень много ярости бы я ощутила. Я два дня пользовалась, у меня начались страшные головные боли. И у меня 10 лет назад, например, была язва желудка, она мне открылась. У меня такой страх появился, это извините меня. Я им позвонила, взяли трубку, во-первых, мы 13-го сразу подругой позвонили, почему нам типа вот эти часы не подарили, еще просто под этим всем еще эйфорией, что вот мы типа выиграли в лотерею, да, что скидка 20% на это кресло была, остальное все бесплатно, но тем не менее, если ты не берешь кресло, то, что ты выиграл, это бесплатно, а они вообще не отдают это, это придача. Ну вот, что было потом, удалось ли вам вернуть деньги, и что было с этим кредитом, чуть попридержим в тайне для телезрителей, да, и обратимся к Эльмире Нуровне. Эльмире Нуровне, вот к вам часто обращаются вот такие жители, да, которые обмануты мошенниками в самых разных отраслях и сферах, да, и мебель там, и массажные кресла, чего только нет. Что делать вот таким людям? Ну, я немножко расскажу предысторию, да, вообще вот этой проблемы и этой темы. Вообще, впервые вот с этой проблемой, можно сказать, мошенничества, обмана потребителей мы столкнулись в 2019 году, когда в октябре 2019 года, когда еще не было департамента по защите прав потребителей, к нам в отдел защиты прав потребителей, департаменты по регулированию естественных монополий, стали приходить женщины и мужчины тоже. Итого подошло 10 человек. Проблема у всех одна и та же. Оказывается, вот не только в октябре они реализовывали эти компании. Компании вообще 4. Они все приезжали с Алматы, проводили такие акции, презентации своего товара, массажных кресел, накидок в мае, в июне и вот в октябре. Итого пришло еще 10 человек. В основном пенсионного возраста, бабушки, дедушка был, мужчина один. Покупают товар, расхваливают, преподносят, как вот супертовар, суперкачество, буквально от всех заболеваний японского производства. Люди пришли, когда действительно вот рассказывают, прошла эйфория, распаковали товар, увидели, что это обыкновенный китайский ширпотреб неизвестного производства. Это ерунда, которые совершенно не стоят этих. В прошлом году они покупали за 670 тысяч. В этом году, видите, уже 720 тысяч, 600, 721. То есть, да, цены растут. Никаких сопроводительных документов, ни гарантийного талона, ни сертификата, ни декларации, которые удостоверяют качество соответствия товара. И что мы? Вот действительно, по-человечески было жалко этих людей, пенсионеры. Тогда эти 670 тысяч, это было в принципе же, и сейчас большая сумма. Были потребители, которые отдали частично, вот как Наталья Михайловна. Были потребители, которые отдали все наличкой. У нас были женщины, которые мужчина один оформил в кредит. И того у него, если он будет весь этот договорной период расплачиваться, у него получается больше миллиона тенге. Вообще, в соответствии с нормами законодательства, нужно направить претензию продавцу. Если продавец не ответит, не произведет возврата денег, то уже с иском суд. Мы уже готовились к тому, что придется в любом случае дойти до суда. В 14-дневный срок постарались, успели все потребители, вот те, кто пришел в октябре, отправить. Мы написали претензии тем потребителям, которые купили эти накидки еще в мае и в июне, ссылались на несоответствующие качества товара и на предоставление недостоверной информации потребителям. Потому что о противопоказаниях действительно никому ничего не говорилось. Затем, значит, естественно, все мы им отказали возврате денег. Что мы начали делать? Мы начали писать письма во все инстанции. Мы написали в департамент полиции по городу Алматы, откуда эти компании. Там, получается, вот четыре компании, разные директора, но адрес регистрации один и тот же. Алматы, Сейфулина столько-то, столько-то, офис 304 и так далее. Написали в департамент полиции города Алматы по поводу правомерности действий таких компаний. Написали, я помню, в департамент юстиции. Написали в департамент госдохода. В общем, писали, куда только можно. И в результате наших этих писем, хождений бабушек, они же все направляли эти письма вместе, сообщая. Письма мы писали коллективные. То есть мы департамент готовили, бабушки все подписывались, отправляли заказным с уведомлением. И в январе, да, в январе 20-го года этого года звонит представитель этой компании, приезжает вообще мужчина с России и обрадовал нас всех, сказал, что он произведет возврат денег. Приезжает мужчина, и в общем... А в 20-м году подходит еще двое женщин, которую купили уже в 20-м году. То есть, получается, эти компании, они наездами, гастроли у них, они наездами приезжают к нам в Уральск, продают, уезжают, сворачиваются и так далее. Приезжает этот мужчина, и одновременно приезжают те же самые компании. И я поняла у них такая схема. Компании продают то, что они заработали за день, отдают этому представителю компании, Максиму, и Максим с ними расплачивался. Часть денег ему переводили с России, в российских деньгах, да? Потом он их переводил в тенге. Часть ему приносили вот здесь, работники, которые работают здесь. В общем, в течение трех или четырех... До февраля, конца февраля, да. Да, в конце февраля он с нашими потребителями, 10 человек, и вот две женщины подошли в 20-м году, он с ними расплатился. Итого он произвел... Полностью, да? Да, полностью возврат денег на сумму где-то 6 миллионов 200. Он отдал всем вот нашим потребителям. Постепенно. Постепенно, да, вот так вот получал. Они, видимо, накопят деньги или скинут ему с Россией. Одним отдадут, других наколят. Да, да. Вот сейчас они где-то здесь в Уральске держат. То есть, получается, вот с октября... Этой компанией обманывают. Мы столько месяцев ходили, добивались. И я просто вот хочу сказать, что если бы не настойчивость самих потребителей, конечно, получилось бы и нет... В принципе, дошли бы до суда, но... Дорого больше всего. Видимо, здесь сыграл тот факт, что потребители наши были все-таки настойчивые, дошли до конца. И то, что это было коллективное, как бы сказать, движение, да, 6-й такое, писали всем коллективам, обращались во все инстанции. Наверное, вот это вот помогло. Ну и, конечно же, ваша помощь, ваше профессиональное отношение. Нет, в департамент молодцы. Вот я обратилась, девочки молодцы, так относятся хорошо. Вот мне прям понравился коллективный. Молодцы. Понимаете, вот вышли к вам с предложением, чтобы организовали сегодняшнюю передачу, прямой эфир. Разумеется, да. Потому что в этом году, вот буквально в течение этой недели подошло два человека. Это еще все не знают, не опомнились еще. Да, вот подошла женщина и подруга ее. Купили 13 декабря. То есть, получается, опять эти компании приехали и опять начали вот эту свою работу по реализации товара. Просто хотелось бы, чтобы сегодня эту передачу увидело как можно больше потребителей. Хочется сказать, предупредить. Не нужно ходить на эти презентации. Вот этот вот товар, если он вам действительно очень так нужен, зайдите на сайты компании. Их очень много. Различных видов модификаций, моделей. Вы можете намного, как бы сказать, дешевле купить эти товары, если действительно все это вам нужно. Не нужно переплачивать. Понимаете? И этот товар, он не стоит заявленной информации. Это ни в коем случае не товар японского производства. Это обыкновенный китайский, как вот объяснить, черпотреб. Не стоит того. Не стоит. И я хочу сказать, что так как применяют в основном люди пожилого возраста, да и людям молодого возраста, нужно очень осторожно подходить, я не врач, но к применению вот такой продукции, товара, потому что могут быть противопоказания. Да, да, вот я на себя ищутила. И инструкций никаких по применению, да, никаких паспортов, я же объясняю, совершенно нет ничего. То есть не пользуйтесь. Возможно, можно пользоваться, если данный товар действительно реализовывается какой-то вот медицинской организацией при строгом назначении врача, при наблюдении врачом, но не совершенно не так, как делать это вот сейчас. Вот именно, неизвестно, как еще обернется. Вот, Людмила Ивановна, вам как удалось вот этот кредит, вы сказали, в срочном порядке, закрыли, да? Да, потому что я, бухгалтер, я просто просчитала, что если я буду платить в рассрочку, вот как кредит банку еще, то я переплачу 600 тысяч сверху. Я поэтому закрыла через день. А вот как вам удалось закрыть через день, мы поговорим после звонка телезрителей, к нам уже звонят. Добрый вечер, говорите. Да, да, слушаем вас. Я бы хотел сказать свое мнение. Да, да, конечно. По моему мнению, мошенников невозможно поймать. Они постоянно мускируются, прячутся, убирают. И как быть в таком случае? Спасибо большое. Это вопрос, наверное, к вам, Эльмира Ивановна. Как вы считаете, возможно ли их вообще поймать, привлечь, как говорится, к ответственности? Ну, нужны контакты, точные контакты, адреса таких продавцов, если это юридическое лицо фирм, и добиваться, просто если сидеть сложа руки, конечно, останетесь обманутыми. Нужно писать, алгоритм действий потребителя каков, обращаетесь с претензией сперва к продавцу, к услугодателю, затем обращаетесь в государственный орган, затем последняя инстанция – это в суд. То есть возможно все-таки? Конечно, возможно, если при наличии, если будут контакты и адреса таких продавцов, услугодателей. Понятно. Но я думаю, мы ответили. Людмила Ивановна, вы сказали, через день закрылась. Да, я в 14 числа. Каким образом вам удалось? Внесла сумму, но я уже за сутки заплатила 1328% банку. И у меня получилось 722 382 или 28, уже не помню. Просто я прочитала, что если я сейчас буду тянуть время, я еще больше заплачу. А люди вот… Я в полицию обратилась тоже 20 числа, как и в департамент пришла. И при мне в полиции тоже была женщина с мужчиной, пришли. Только они были 18 числа в Элисе. Точно так же. Подвальное помещение. И она еще говорит, я взяла своего мужа для поддержки, плакала. Она говорит, меня пришла написать заявление на мошенника. У меня, как я и сказала, миллион 300. Уже не знаю, чем у них дело закончилось в полиции. Но, по крайней мере, они пока в департамент не пришли. Мне прямо их тоже жалко. Она так плакала, эта женщина. У меня прям истерика была. Вы еще, грубо говоря, мягко отделались еще, да? Ну так, просто я чуть-чуть… Я финансово сразу просчитала. А потом, когда она себе испробовала, уже вообще результат. Но я, тем не менее, сразу им позвонила. В офис. Трубку взяли, все. Ну, они начинают уговаривать опять. Чисто вот это действует психологически. А что вы? Вы еще попробуйте не пользоваться несколько дней, потом еще раз пользоваться. Вдруг вам это на пользу пойдет. И в таком ритме. Все. И до свидания. Да, ужасно, конечно. Но вот, Наталья Михайловна, у вас тоже нелегкая история с этой компанией. Прежде чем мы продолжим и переключимся на вашу историю, и все это обсудим, давайте посмотрим сюжет. Есть мошенники, которые наглым образом обманывают людей, пользуются доверием тоже. Есть еще люди, немало их, которые с этим столкнулись. Давайте посмотрим сюжет. Айбек Туманов в этом году купил новую квартиру и приступил к ремонту. Дело дошло до установки мебели. Через сайт рекламных объявлений Ола Икс они с супругой нашли подходящее для них предложение. Расценки и сроки изготовления устраивали. Когда к ним приехал молодой человек, делать замеры они и подумать не могли, что парень окажется мошенником. Договор был подписан, после чего он взял предоплату и ушел. Затем появлялся еще несколько раз, но в итоге кухонный гарнитур так и не собрал. Через две-три недели звонков он все-таки приехал, сделал сборку нижнего ряда тумбочек. Через два месяца он приехал. И сказал, что на следующий день приедет и до конца добьет и заодно привезет недостающий материал. Все, после этого он пропал. Звонишь, говорят, приеду, приеду, вечером приеду. Или не берет, или приеду. И так вот и тянется. Семья Тумановых не единственные, кто пострадал от рук мошенника и остался без денег. Таких десятки человек. Вот наш договор все от 7 июля 2020 года. И говорят, нужно нести предоплату. Вот мы ему несли предоплату 60 тысяч. Через неделю мой муж позвонил ему, сказал, говорит, Сомат, когда ты приедешь, мы тебя ждем. Ой, я там не успеваю, все такое. Давайте через два дня. Через два дня он не приехал. Люди отдавали предоплату от 50 до 400 тысяч тенге. А когда стали подозревать, что их обманули, пытались дозвониться мастеру, но безрезультатно. Работы горя предпринимателя уральцы увидели в Инстаграме. Страница выглядит вполне прилично. Правда, фотографии будто скачаны с интернета и совсем не похожи на реальные работы. А вот на другом аккаунте люди массово пишут негативные комментарии в адрес мошенника. Пишите заявление, он кидает людей. В первый раз родственника кинул, во второй раз о нем услышал от знакомых. Только они у него окна заказывали, а теперь вот мебель начал делать. Не ждите, бесполезно, он вообще непорядочный. Тоже связались с ним. Окно заказали. Сэкономить хотели. В прошлом году в ноябре деньги взял, привез, какое нам окно. Без стекол, ручек, грязное. На этих кидал. Выходит, совсем никакой управы нет, раз они продолжают обманывать людей. В полиции подтвердили, заявление от потерпевших они получили. Сейчас по фактам мошеннических действий молодого человека проводится расследование. Я бы хотел обратиться к гражданам города, тем, кто стал жертвой данных мошеннических действий, незамедлительно обратиться в управление полиции, либо позвонить на пульт 102. Пока он не задержан, в отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и недвиженном поведении. Только, видимо, такая мера наказания не повод отказаться от легких денег. Тот самый гражданин Ж продолжает принимать заказы, правда, на будущее. Видимо, уверен, что сможет избежать наказания и продолжить дело. Пока не успеваем, не берем заказы. Ну, через месяц только возьмем, наверное, я не знаю, если успеем. А то мы все еще разгрузить не можем. Проблемы. Рабочие после чего уволились, даже пары заказов не можем закончить. Установщиков нет, а так изготавливаем. Полиции еще раз предупреждают всех граждан, прежде чем заказать услугу по объявлению, нужно проверять, у кого вы эту услугу заказываете. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Ну, вот грустная тоже история, к сожалению, и мебель, я уже говорила, да, берут заказы, берут деньги. Вот, Эльмира Нурна, прокомментируйте, потому что с этой историей вы тоже знакомы, не понаслышке. К вам тоже обращались люди, да? Да, вот именно в отношении этого субъекта предпринимательства, скажем, к нам департамента обратилось 16 человек. Ух ты. Статьей 5 закона Республики Казахстана о защите прав потребителей предусмотрено право обращения в суд с иском в отношении данного субъекта предпринимательства, если нарушены права более 10 человек. Поэтому департаментом в октябре этого года было направлено исковое заявление, специализированный Межрайонный суд Западно-Казахстанской области с исковыми требованиями об обязании субъекта предпринимательства произвести возврат денежных средств. 4 декабря мы получили решение суда. Суд наши исковые требования удовлетворил в полном объеме. Однако, пока и вот из этих людей, там сумма иска миллион семьсот чем-то, он должен всем этим людям. Но вот на сегодняшний день возврата денег пока никому не произвел. Приходил в департамент, договорились, что составим график возврата постепенного денег. Обещал подойти подписать график, но то же самое пропало. Ждем, когда вступит решение в силу. Оно должно вступить 4 января. И то же самое начнем дальше писать, работать. У нас есть еще один звонок от телезрителя. Видимо, ты уже столкнулся, так или нет, мы узнаем. Давайте послушаем. Добрый вечер, говорите. Алло. Да, да, слушаем. Я послушаю вопрос. Говорите, говорите. Какой вопрос? Здравствуйте. Еще раз. Ну да. Вот я в интернете рекламу мошенник, юридивный мир, проконтролирует, как-то из кредитов. Плохо слышно, к сожалению. Еще раз повторите вопрос погромче. Неужели нельзя было в интернете, который есть, обновление мошенников? Так. Вот проконтролирует, доказать, что пошли. Вот это статево. Понятно, спасибо. Вот спрашивает Эльмира Нурвановна по поводу интернет-мошенников именно. Их же тоже можно привлечь, контролировать, блокировать такие сайты. Вы знаете, насколько я сейчас понимаю, вообще комитетом по защите прав потребителей ведется большая работа на данный момент именно по созданию вот какой-то базы, в которой будут зафиксированы продавцы, реализующие продукцию в сфере интернет-торговли. Но до данный момент эти субъекты, которые работают онлайн способом, они действительно пока никем, ничем не контролируются. И потребитель сможет отстоять свои права, если действительно сам будет упорно идти до конца. Понимаете? Поэтому я всегда говорю потребителям, если у вас стоит выбор купить на объекте розничной торговли и заказать на интернет-сайте, вы лучше приобретите там, куда вы сможете подойти с претензией, официально потребовать. И видеть лицо продавца тоже. Да, и знать, куда обратиться, кому обратиться и так далее. Давайте переключимся на Наталью Михайловну Юдину. Расскажите теперь вашу историю. Вы тоже столкнулись с той же компанией, да, верно? Как все произошло? Год назад, 30 октября тоже. Побывали на презентации такой же. С мужем звонили. Приглашайте жену, все, подарки получите. Ну и подсаженный кресло, массажный накид. Массажный будет этот у вас кресло туда-сюда. Бесплатный массаж. Пошли, прослушали все. Но, правда, когда мамы рассказывали, показания кое-какие говорили. Там по поводу позвоночника вы говорили только. Ну и... У нас был человек 35. В золотом веке у нас был на втором этаже. Ну и они сразу сказали, что еще внизу там у них идет такая же презентация. И сейчас будет розыгрыш, компьютер разыграет победителей, кто выиграет суперпризы. Ну и, естественно, спрашивали, кто выиграл, кто не выиграл. Ну а до этого окучивали нас по полной программе. Чуть ли пылинки с нас не сдували, когда мы пришли. И то, и все, и чем вы занимаетесь, как живете. И туда, про доходы у нас не спрашивали. Просто вот как, да что, чем болеете, не болеете. Ну ладно, так же записали, все это анкету заполнили, отдали. Ну на массажном кресле посидели там по 2 минуты. Было всего 2 массажных кресла, по 2-3 минуты посидели, не больше. Ну и начался розыгрыш там. Ну я сидела на кресле, вышла моя фамилия. Ну, естественно, все захлопали туда-сюда, вручили мне конверт. Ко мне сразу подбежал парень, подбежал. Пошлите, пошлите, вы с мужем, я говорю, да, берите мужа, берите вещи. И мы даже не дали вскрыть конверт. Ну, в отдельную комнату там завели, вскрыли, еще кто-то подошел. О, вы суперприз, выиграли туда-сюда. А это суперпризу бесплатной подарки, перечислили там. Одеял с подошками, ручной массажер и пылесос. А что для этого надо было сделать, чтобы не забрать? Ну, пока ничего, они вот слова не давали сказать. Да, да. Вот такое чувство, что они зомбированы. Они прошли такое, видно, это курсы психологические, что они вот слова не давали сказать, не расспросить, не спросить, ничего. Наши ситуации так же. Они платили на вам кредит, они там же кредит оформляли. Вот они оформляли вообще моментальный кредит. И также оформляют. Как они мудрялись, не знаю. А сумма какая была? 660 тысяч 800. А приз вы в глаза не видели, да, только конверт с надписями? Да, она призы, говорит, мы одни сейчас в коробки начали вытаскивать, куча коробок там, мы с ним таскались потом, куча коробок. Вы как? Я говорю, ну мы часть оплатим, а потом бы в рассрочку будем. Ну и рассчитали там все, проценты туда-сюда, по 77 тысяч до апреля я должна была выплатить. Вам отвезти? Да нет, мы, говорю, на машине сами отвезем. Остатки, денег не было с собой. Ну они даже отдали товар. Ну записали же, где живем. Деньги мы через час, через полтора нам привезли. И все, распрощались. Ну и потом домой пришла, стала считать туда-сюда. Ну ладно, сын приехал. И что у тебя, мам, за коробки? Я говорю, ну вот так и так, ну ты в вишень куда-нибудь вылипнешь. Давай открыли, посмотрели что-то. Ну смотрели, да, конечно, он не ругал, с какого-то в вишень куда-нибудь вылипнешь. Деньги-то есть. Я говорю, ну деньги были, часть заплатили, еще 440 надо, 440, да, еще заплатить надо до мая месяца. Ну успокоился, отказаться никак нельзя. Пришла у меня ученица моя, она бухгалтерна, говорит. А до этого, когда они приносили нам вот этот договор, и каждый листок где-то печатали, и по одному листочку заносили, и мы подписывали, подписывал я. Ну вы читали, что там написано? Там такие мелкие буквы, но они не давали прочесть. А еще у вас что-нибудь написано, как обычно. Пришла Ирина моя ученица, говорит, нет, а что вы сделаете, раз вы подписали, все уже. И он так у вас лежит дома или как, вы пользовались, нет? Ну а потом подруга мне звонит, говорит, Наталья, сейчас смотрела ТДК, 42, там выступили, что вот так и так беги скорее в департамент. А я сама додумалась. Это февраль, наверное, было, да? Зимой было? Это октябрь месяц, ноябрь был. Ноябрь, ага. Ну узнал, где это департамент. Про потребителя рядом, что я живу рядышком. На налоговой вы тогда еще сидели. Пришла, там уже народ начал подтягиваться. Ну Эльмир Нур, он составил, это, как она называется, претензию. Отправил, претензия пришла, нет, все нормально, мы вам деньги не выплатим. Ну и нас набралось там 10 человек, так, 7 претензий. Одному кому-то сказали, приедем, выплатим деньги, заберем товар, не помню, кому. Ну так и не приехали. Ну чем это закончилось, Наталья Митлановна? Закончилось. Продолжим, после телефонного звонка ставим интригу, хорошо? Добрый вечер, говорите. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Да, да, какой вопрос у вас? Мои родители вот так же обманули, именно эта же массажная компания. Ага. Чинобинон. Вот они оформили кредит, и они покупали, это было 5 мая 2019 года. Они могут остановить сейчас, потому что они когда обратились, ну не месяц до 2019 года, им заказали, что это не хорошо. Вот поэтому мы знаем, что переводим, да, вот эти наши передачи, и думаем, может ли они вернуть сейчас, у них есть возможность вернуться и деньги. Спасибо за вопрос. Уже полтора года прошло. Как вы считаете, полтора года уже, с мая прошлого года получается. Пусть подходит, мы же вот вернули в феврале денежные средства тем женщинам, которые точно так же в мае 2019 года покупали. Пусть подойдут департамент. Ну мы вам номер передадим, обязательно его. Да, поговорим, посмотрим еще раз, да. А я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире на всю республику. Если вы хотите позвонить, неважно где вы живете, вы можете набрать наш телефон. Код города Уральск 8 711 2, телефон 26 90 77. Можете позвонить, оставить свои вопросы, отзывы касательно мошенников. Может вы тоже с этим столкнулись и не знаете, что делать. Есть еще чат WhatsApp 8 701 212 4242. Звоните и обращайтесь. Ну вот касательно жителей, да, Наталья Михайловна, вот вам, грубо говоря, впарили вот это все, продали, все оформили, подписали. Уже, казалось бы, деваться некуда, но вы выход нашли, к Эльмире Нуру не обратились. Да, за счет вашего телеэфира. Ну да, мы освещаем часто. А потом, да, 10 человек нас набралось, мы ссали письма, Эльмир Нур нам письма отпечатал, все составило. Мы отправляли три письма, ответы пришли на последний вопрос уже, на последний. Летом пришло письмо уже, ответок сегодня передала. Ну и потом приехал представитель. Дальше Эльмир Нурман сказал уже, что представитель с России приехал. У них, видно, там все так завязано. И постепенно, постепенно, шумган, правда, мы когда все собрались был, но ничего, успокоились, все. И он постепенно выплачивал. Мы до конца не верили, что он всем выплатит. Мы составили точно так же график. И вот он приходил, да, каждую неделю. Платил. Да, выплачивал по этому графику. Вернули только, взяли деньги за тот товар, которым мы пользуемся. Я пользовалась пылесосом. Заявка была на пылесос, когда говорили, на презентацию, он 150 тысяч стоит. У нас 125 этот раз. А цену оценили за 25 тысяч. С меня взяли 25 тысяч за этот пылесос. То есть удержали, а оставшуюся часть не вернули. Оставшуюся, да, мы все вернули деньги. И товар весь отдали. Собственно, весь товар, он мне и не нужен был. Ага. Ну, смотрите, как получается, что вы вот попались, к сожалению, на их удочку. Жители тоже некоторые попадаются. Вот у нас есть еще один звонок. Активно звонят. Видимо, тема животрепещущая такая. Давайте послушаем. Давайте. Добрый вечер, говорите. Да, да, слушаем вас. Какой вопрос у вас? Говорите, вы в прямом эфире. Видимо, связь оборвалась, да? Я хочу добавить. Можно, да, вот продается вообще как товар сама массажная накидка. А все остальное, там ручной массажер, пылесос, две подушки, одеяло, даромерина, какую-то вот фирмой дорогущая продукция, это все идет в подарок. Однако, когда приехал представитель, он забрал не только сам товар, эту массажную накидку, он все подарки набрал. И вот те потребители, которые успели там воспользоваться ручным массажером или пылесосом, естественно, они их себе оставили, но деньги он из-за общей суммы за этот товар вышел. И вот, хотя говорили, и мы объясняли, что этот пылесос, допустим, или массажер, он стоит дорогущих денег, а в реальности, видите, взяли за этот пылесос 25 тысяч всего, понимаете? То же самое и сама вот эта массажная накидка, она не стоит этих бешеных денег, понимаете? Ну вот смотрите, Наталья Михайловна, вы сказали, вы опять пошли, да? Да. Из интереса или как? Вот зачем вы пошли, если оказались обманутыми? Просто интересно было, как они дальше работают. Мои подруги позвонили, мне звонили, я отказалась. Позвонили подруги, она говорит, ну пойдем утром сходим, а в один часок мы пойдем на лыжик, все равно успеем. Ну сходили, народу, правда, было человек, это уже было в Элисе, на втором этаже. И по всей видимости в цокольном этаже тоже презентация была, мы поднялись на второй этаж. И это, ну как всегда, нас обработали, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну сели, сидел нас мало, человек 20 всего. Все в основном преклонном возрасте, но были две девушки где-то лет 35-40. Мы думали, ну они что пришли, мы-то знаем, что пришли. С драной козы хоть клок-шерсти взять, вот эти часы, но нам дали их. Ну, правда, когда мы сказали, что мы не будем 20,5 часа сидеть, нам надо в один часок уже на другое место идти. Другое место, я говорю, сиди. Подруге говорю, нас в первых рядах ты выиграешь, приз тебе будет. Ну и точно первая, она вышла. Ну, отвели нас там, сели и начала девушка нас опять обрабатывать. Психологи, конечно, у нее очень хорошие, но ее смутило то, что, ну вы же пенсионерка, но вы пенсию получаете. Она говорит, я пенсию получаю в России, все, я россиянка. И она села тогда. Я в казахстанские деньги нету, я, говорит, в России. Ну, нам, вы точно знаете, вы брать не будете? А та сидит, меня дергает, молчи, молчи, не говори, что ты уже брала. Ну, выдали нам эти подарки. Часы, ну, где часы, там давление мерить, шаг, километр до сих пор лежит. Ну, а через интернет подключать, через смартфон у нас некому подключать. Вот смотрите, вот не зря же говорят, что бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Но вы на него поддались. А как же быть тогда? Вот вы, бухгалтер, у вас финансовое образование, вы хоть просчитали, что это невыгодно, срочно вернули кредит, да? Да, да, да. Людмила Ивановна, а что вы посоветуете вообще нашим жителям? Вот много звонят, видите, вот в WhatsApp тоже пишут, я не успеваю читать. Нет, ну что, как вы уже сказали, в департамент быстренько обратиться за помощью. Нам больше неоткуда помощи ждать. Я с ними по телефону общалась, они опять же начинают психологически на тебя давить. Ага. Сделайте перерыв, потом опять, потом опять. Они хотят, чтобы 14 дней вышло. Чтобы я уже как покупатель, продавцу не имел никаких претензий. Поэтому, если у кого-то такое случилось, как у меня, например, поддалась я этому. Я тебя, конечно, не ожидала, но и на старуху бывает проруха. Так что, что сделаешь? Пусть обращается за помощью. И вообще желательно, я всем советую, жителям города Уральска, пригорода, они везде звонят. Не только по городу Уральска. Не ходить. Правильно сказали. Кому надо, в интернете можно найти магазины какие, сходить и воочию все это испробовать. И видеть продавца в глаза. И оформить документацию на этой чеке, иметь и все. И проблем не будет ни у кого. В какой ситуации сейчас нет. Не давали просто выписку, приходный орден, что они деньги взяли. Ну, у нас такие документы, да. И в то же время, когда мы работали с этим письмом, все, я случайно увидела по 112 новость московской. Я взяла и сфотографировала. Точно такая же и в России. В интернете я когда зашла, уже начала осознавать, но я очень плохо себя чувствовала в этот момент. Я не смогла с квартиры даже выходить. Я когда в квартиру зашла 13-го, я из квартиры вышла 20-го числа. Пошла в полицию, потом в департамент. И вот эти у меня движения уже... Себя приходили. Да, 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 да. Вот это, да. Я тоже в интернет когда зашла, в основном, вот у меня дочь в Саратове живет, она говорит, мам, у нас пока нет. А в основном вот эти пригороды Москвы, Нижний Новгород, Смоленск, там уже много у людей претензий. Много. И все уже касаются юридической части, когда уже надо судиться с ними. Ну вот мы сейчас, видите, не зря тоже организовали эфир при помощи Эльмира Нурвана, департамента по защите прав потребителей, чтобы меньше было таких случаев. Чтобы еще раз озвучить, чтобы жители были осторожны. Когда мне предложили сюда прийти, я сказала, я с удовольствием. Я молодая, но не взрослые люди, мне прям их жалко. Я смотрю на эту молодежь, даже по телефону в Алма-Ату сказал, неужели вам самим, говорю, не жалко, у вас есть же и родители, и дедушки, преклонного возраста, которых могут так развести. Наталья Михайловна, буквально две минутки эфирного времени осталось. Вы жителям что советуете прежде всего? Вообще не обращать внимания. Не обращать на эти звонки внимания, или просто ради интереса сходить, вот как я последний раз ходила, поулыбаться им, и сказать, да святая, поэтому и улыбаюсь. А многие пойдут в первый раз посмотреть, и поддаваться на эту, да, и все. Там же психологи работают. И не отвечать на звонки, не надо, все. Но они вас как нашли, либо вы где-то объявление увидели? Не знаю, по звонкам мне тоже звонили, мы же позвонили в этом месяце, мне позвонили. Значит, ваши телефоны у них базе звонились. Сказала, вы тоже звонили, да? Нет, мне не звонили, подруги позвонили, она меня пригласила. Они ей сказали, возьмите с собой подругу, кого-нибудь с собой. Вот я сходила на массаж, попробовала бесплатно за 722 тысячи. Ну, конечно же, ужасно. Вот у нас продолжают поступать звонки, тоже жители возмущенные, тоже пишут, что как так можно людей обманывать. Но мы, к сожалению, не успеваем все читать. Вот давайте вот подытожим немножко, Эльмира Нурвина, на что жителям прежде всего обращать внимание. Потому что не только же позвонить могут. Они могут через знакомых действовать, вот как через подругу Людмила Ивановна пошла. Могут еще через кого-то действовать. На что в первую очередь обращать внимание и понять, что мошенник перед тобой. Можно? Есть способы. Вообще, опять-таки, я повторюсь, лучше на такие презентации различного рода акций, где вот... По домам ходят, предлагают. Да, раздают подарки, либо продают товары по съезженной якобы цене. Заманивают, да, они преподносят по-другому. Вообще не нужно ходить. Не нужно. Опять-таки говорю, вот именно эти массажные накидки, это такой вид товара, который должен применяться потребителями при назначении, при строгом наблюдении медицинского персонала. Не надо заниматься самолечением и отдавать такие деньги большие. Вот такой товар. Вообще к своему здоровью. Если, к сожалению, хочу обратиться к жителям города, если кто-то из вас уже вот так вот купил продукты, желает вернуть этот товар, пожалуйста, подходите к нам в департамент. Мы постараемся помочь. Адресы и контакт департамента 50.00.44. Мы находимся в здании по адресу сарайшек 44, дробь 2, третий этаж, кабинеты 303, 305. Но кто заинтересуется, мы обязательно укажем еще раз адреса. К сожалению, эфирное время закончено. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что на эту удочку уже никто не попадется. И на вашем, извиняюсь, горьком опыте другие жители уже очнутся. Все равно попадутся. Они все равно попадутся. Они так преподносят все, приглашают, что как будто... Будем надеяться, да. ...бесплатно сыром еще лучше. К сожалению, программа закончена. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Я напомню о том, что это было только что. Давайте обсудим. Конечно же, хочется Новый год встретить в новых, более улучшенных условиях. Надеяться, что он будет более успешным. Но при этом старайтесь не попадаться мошенникам. Будьте осторожны и внимательны. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин